принимавший участие в церемонии открытия чемпионата Европы 2023 года. Марку Пекко Антикайнин несколько лет назад объявил себя трансгендером и решил заниматься фигурным катанием, и поэтому он лучший фигурист в истории. Лучше не потому, что биологически мужчина хорош в фигурном катании. Нет, а потому, что он назывался женщиной. Получается, мы должны притворяться, что этот человек не просто женщина, а ещё и хорош в фигурном катании, говорит Шапиро. Далее он продолжает. Антикайнин настолько великолепна в фигурном катании, что несла флаг страны на чемпионате Европы. Нам хотят этим сказать. Не смотрите на качество катания, это потрясающая фигуристка. А если вы говорите обратное, это потому, что вы ненавидите трансгендеров. Упасть в первые 45 секунд выступления. Вот она, сила фигуристов-трансгендеров в Финляндии. Фиксируем аксель в ноль оборотов, ничего страшного. И встать не может, но не обращайте внимания на это. Она невероятно чудесная фигуристка. Вам не разрешено видеть иное. Сказал Шапиро в новом видео на своем YouTube-канале. Яна Рудковская прокомментировала видео фееричного падения фигуристки, которое стало вирусным. «Как бы так сказать, чтобы в полной мере выразить свои кипящие чувства, но не задеть нежные сердца всех остальных», — отметила продюсер. «Равенство и разнообразие очень хорошо бы показали российские спортсмены и спортсменки. Это просто издевательство — выпускать на лёд чемпионата Европы неподготовленного человека, который представляет всех возрастных фигуристов». Марку Пека Антикайнен смог подняться только с посторонней помощью. Рудковская приняла идею организаторов показать, что в любом возрасте можно начать заниматься фигурным катанием. Однако она высказала мнение, что и в Финляндии есть люди, которые хорошо катаются на льду. Далее вот что она сказала. «Хочется её пожалеть, но с другой стороны, чемпионский лёд жалости не знает», — указала Яна. «Это не критика, это шок. Что, нельзя было хорошо натренировать 59-летнего человека, чтобы действительно был показан уровень? Я младше, но тоже не юная девочка. Тем не менее, прежде чем меня, любители, выпустили на лёд, я к этому готовилась». Вот так прокомментировала ситуацию Рудковская. В свою очередь, я напомню, Анти Кайнин занимается фигурным катанием с 50 лет. В 2017 году Марку Пека выиграл бронзу среди фигуристов-одиночников на неофициальном чемпионате мира в Германии. Но ему не дали медаль из-за выступления в юбке. Напишите в комментариях, а вы что думаете об этой ситуации. Ну и следующая новость. На днях фигуристка Камила Валиева снялась в клипе Натальи Подольской. Продюсер Алена Михайлова. Несмотря на то, что клип мы снимали всю ночь до самого утра на ледовой арене при температуре 10 градусов, это были абсолютно тёплые часы общения, сложные работы и восхищение невероятной спортсменкой, совершенно особенной Камилой Валиевой, которая сыграла главную роль. Оказалось, что Камила родом из Казани, как и я. Так что нам было что обсудить. Ну и, конечно, как и вся съёмочная группа, я с замиранием сердца наблюдала за её мастерством. Удивительно, как она рисует, сочиняет музыку на льду, импровизируя с такой лёгкостью и чувственностью. История клипа чем-то перекликается с биографией самой Камилы, да и судьбой многих спортсменов. Эта песня, этот клип про сегодняшнее время, про мотивацию, о том, что нужно жить и идти к цели, добиваться этой цели, какие бы обстоятельства не встречались на этом пути. Напомню, в своём блоге певица Наталья Подольская рассказала, что главную роль в её клипе исполнила фигуристка Камила Валеева. Клип называется «Не отвернусь». По словам певицы, трек был записан во время участия в проекте «Ледниковый период». Именно он и вдохновил артистку. Российский фигурист Роман Костомаров больше трёх недель находится в больнице, где у него диагностировали прогрессирующую пневмонию и грипп. В состоянии спортсмена есть заметное улучшение. Роман пришёл в себя, его уже отключили от аппарата ЭКМО. Появились новые неутешительные подробности о его состоянии. По информации инсайдера, Роман пока не говорит, но каждый день его навещает жена Оксана Домнина. Фигуристку пускают к супругу в реанимацию в сопровождении врача. Всё достаточно стабильно, но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать. Ноги стараются сохранить, но шансы невысокие. В будущем Роман, скорее всего, отправится на лечение и реабилитацию в Германию. Цитируют журналисты источник. Напомню, что российский фигурист попал в одну из московских больниц с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. Пожелаем здоровья Роману. Следите за новостями. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайся на канал. Роману.